Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. О том, что будет в выпуске, в нашем коротком анонсе. В рамках акции «Ареплевир врачам» бесплатное лечение получат медики, работающие в красной зоне. Лекарство показало высокую эффективность и безопасность. Подробнее в выпуске. Дорога до Старого Севуха в Бумбековском районе свободна. Спецтехника МЧС проложила путь через снежную преграду. Сплотить и объединить студенческую молодежь. В Дагестане открыта новая лига грэплинга. Более полутора тысячи доз лекарства против коронавирусной инфекции получил Дагестан в рамках акции «Ареплевир врачам». Она предусматривает бесплатное лечение врачей и младшего медперсонала, работающих в красной зоне и заразившихся ковидом. Поддержать благотворительную акцию прибыли председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и представитель компании «Промомед» Андрей Старостин. По словам главы республики, коронавирусная инфекция не прекратила своего существования, несмотря на спад уровня заболеваемости. Мы движемся к стабилизации, но тем не менее заболевания этой инфекции, этим видом инфекции у нас еще продолжаются. Поэтому любое сегодня дополнительное средство, которое позволило бы людей поставить на ноги и сохранить им здоровье, оно нам нужно. Участники встречи отметили наибольшую эффективность препарата на начальной стадии лечения. А реплевир – новейшее лекарство с направленной противовирусной активностью. Оно показало высокую эффективность и безопасность, препятствуя переходу заболевания в тяжелую форму. Наш препарат эффективен именно в первые моменты, потому что он устанавливает репликацию коронавируса. И препарат не исключает применение других препаратов. Та же самая вакцинация – это, скажем, предотвращение, повышение иммунитета. Но если человек заболел коронавирусом, а по большому счету и многими другими вирусами, то реплевир может останавливать репликацию вируса и останавливать течение болезни на самой ранней стадии. Трое человек стали жертвами автоаварии в Кизельюртовском районе, сообщает МВД Дагестана. Сегодня приблизительно в 8 утра на 749-м километре автодороги «Кавказ» «Лексус» столкнулся с ВАЗом 12-й модели. По предварительным данным, 59-летний житель Хасавюрта, управляя автомашиной «Лексус», В результате заноса столкнулся с ВАЗом под управлением 60-летнего жителя Унцикульского района. В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажиры легковушки, возраст которого не установлен, от полученных телесных повреждений скончались на месте. При осмотре установлено, что ни одна машина не имела зимней резины. Внимание, розыск! Разыскиваются трое участников массовой драки, которая произошла накануне в Кизляре. Это 32-летний житель Гунибского района Магомед Магомед Шапиев, 30-летний житель Махачкалы Курбан Умалатов и 34-летний житель Буйнакска Абусупьян Абдулаев. Напомним, 23 февраля в Кизляре возле одного из домов по улице Октябрьская предположительно двое неизвестных из травматического оружия произвели выстрелы в двоих жителей Кизлярского района 36 и 42 лет и скрылись с места происшествия на двух автомашинах ВАЗ-2114. В результате произошедшего пострадавшие с огнестрельным ранением бедра и травматическим ранением головы и других частей тела госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра. Всем, кто располагает информацию о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону 8-964-002-86-77 или в дежурную часть отдела полиции города Кизляра 99-48-15. В Каспийске дети массово заразились кишечной инфекцией. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту отравления людей и организована прокурорская проверка. Ранний Минздрав Республики сообщал, что в Каспийскую больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, большинство из которых дети дошкольного возраста. У всех заболевших наблюдается повышенная температура, тошнота, рвота и диарея. По данным Роспотребнадзора, причиной отравления людей в Каспийске стала вода из городской системы водоснабжения. Спасатели расчистили дорогу до Старого Севуха в Гумбетовском районе. Для оказания помощи от МЧС привлечены группа сотрудников со спецтехникой. Напомним, что дорогу к Севухскому конному заводу замел метелью. По словам хозяев, из-за отсутствия транспорта лошади двое суток оставались голодными. Дальнейшие работы продолжаются. Сотрудники Россетей праздничный день 23 февраля провели в сложных рабочих условиях, пытаясь вновь зажечь свет в домах буртунайцев. В ночь с 22 на 23 февраля из-за непогоды произошел обрыв линий электропередач. В результате аварии жители селений Буртунай и Дылым Казбековского района остались не только без электричества, но и без отопления, поскольку циркуляция отопительных систем в домах обеспечивается электронасосами. Монтеру Северного РЭС пришлось добираться до места обрыва пешком по высоким снежным сугробам. Несмотря на сложные погодные условия, электроснабжение было восстановлено. Сергей Меликов поручил разобраться с ситуацией с подорожанием газового топлива на автозаправочных станциях. Поступают многочисленные жалобы граждан, в связи с чем руководитель региона акцентировал внимание на этой теме на заседании Оперштаба. Подчеркивая недопустимость подобного самовольства, в Рио глава региона отметил, что в отношении недобросовестных владельцев АЗС будут приняты соответствующие меры. По словам в Рио вице-премьера региона, оптовые цены на заводах не поднимались. В селении Хурик Табасранского района построят школу на 500 ученических мест. Ее планируют сдать в рамках федерального проекта «Современная школа». Проект учреждения успешно прошло госэкспертизу. Разработан ее план-дизайн и после определения подрядчика начнется строительство. На все работы предусмотрено 470 миллионов рублей. Для жителей района это значимое событие. В данный момент дети учатся в три смены в школе, построенной в 1967 году. Магомед Анкалаев выступит в соглавном поединке на турнире UFC, который состоится 28 февраля в Лас-Вегасе. Оппонентом махачкалинца выступит соотечественник Никита Крылов. Бой пройдет в полутяжелом дивизионе. На данный момент Анкалаев занимает 11-ю строчку в рейтинге. Его соперник Крылов на восьмом месте. Отметим, что дагестанский боец идет на серии из пяти побед, четырежды отправив соперника в нокаут. Сплотить и объединить студенческую молодежь. В республике открыта новая лига грэплинга. Ведущий дагестанский клуб Universal Fighters совместно с общественной организацией «Здоровое поколение» запускают серию турниров. Проверить свои силы сможет любой желающий. Главное условие – наличие студенческого билета. О целях проекта в сюжете Курбана Рагимова. Тактическая борьба понравилась Хазбулату Хабагинову с первых дней тренировок. Грэплинг – практичный вид спорта, делится студент факультета физкультуры ДГПУ. Здесь он только полгода. Пришло время проверить себя на соревнованиях. Выступление в студенческой лиге станет для него первым состязательным опытом. Сам грэплинг мне нравится тем, что в нем нужно много думать. Это хороший вид спорта для креативных парней. Именно поэтому я выбрал грэплинг. На Дагестанском педагогическом университете к спортсменам есть хорошие привилегии. Поэтому я думаю, это для хорошего и для вуза, и для зала выявлять сильнейшего на студенческом уровне, потом и на национальном. Инициаторами открытия студенческой лиги стали грэплеры из клуба Universal Fighters. Чемпионам мира и Европы почти 10 лет. Они выступают на высоком уровне и продвигают эту борцовскую дисциплину в республике. Проект получил поддержку в региональном Минспорта. Ведомства уверены, что проведение турниров послужит дальнейшему развитию студенческого спорта. Они пришли сегодня нам своей программой, и программа, я считаю, очень нужной, очень уместной. И действительно, вот данный момент в республике Дагестан, мы все знаем, что идет спад студенческого спорта. И вот очень кстати, ребята, что вы сегодня, это не только предложение Минспорт, это они сами пришли с этой идеей к нам. Это очень хорошая программа, очень хорошая идея, и получили полную поддержку от министра тоже. По замыслу организаторов, в каждом вузе республики пройдут внутренние отборочные соревнования. Лучшие в восьми весовых категориях получат право защищать цвета своего учебного заведения в финальном этапе. Главный Межузовский турнир планируется провести в мае в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. Помимо этого, проект включает в себя проведение мастер-классов и встречи именитых спортсменов со студентами. Вообще, просто преимущество грепплинга в том, что в нем может принять участие, как борец вольного стиля, классического дзюдоиста, самбиста, даже ударных видов спорта приходят. И мы можем разных людей, разных видов спорта объединить вокруг грепплинга. Все мы знаем, как распространяются вместе со спортом в Дагестане, распространяются и другие, как вы сказали, вредные привычки, пагубные привычки, которые губят нашу молодежь. И чтобы от этого всего отвлечь их, чтобы у них был какой-то интерес, если, говорят же, святое место пустое не бывает, если их чем-то не занять, они обязательно будут заниматься чем-то плохим. Первый турнир пройдет уже в ближайшее воскресенье. На ковер в спорткомплексе имени Гази Магомеда Ахмедова выйдут студенты Даггосуниверситета, которые определят, кто будет представлять вуз в финале студенческой лиги. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите наши новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова